Помните у Маяковского детское стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо?» На простых примерах рассказываются важные истины, о которых необходимо знать с малолетства. Тема нравственности в наши дни так или иначе довольно часто поднимается в обществе. Как героями, так и антигероями становятся совершенно разные люди – взрослые, подростки. Так наше внимание привлекла маленькая заметка в соцсетях, призывающая к уважению памяти тех, кто отстоял великую победу. А именно – не кататься на самокатах, велосипедах и роликах по территории мемориального комплекса «Аллея Славы». Наша съемочная группа выехала на место в ясный день, в час, когда ведновчане, освободившись от разных дел, гуляют в центральной части города, где и располагается мемориал. Просторные дорожки комплекса притягивают горожан мамы с колясками, папы с подросшими сыновьями на трехколесных велосипедах. В послеобеденное время появляются мальчишки на самокатах и скейтбордах. Обычная современная городская жизнь. Ребятня гоняет на своем мелкоколесном транспорте, заезжая на ступеньки мемориалов, лихо прокатываясь по парапетам цветочных клумб. Памятник воинам, интернационалистам превращается в гардеробную. Никто не обращает на это внимания. Шестиклассник Алексей катается с друзьями здесь каждый день. Тут самое ближайшее место, где можно нормально покататься. А то что здесь мемориалы, памятники? Ну, это понятно, но у нас больше выхода нет, нам больше негде кататься. Мальчишка лукавит. Специализированных площадок, конечно, в городе единицы, но площадок, более подходящих, нежели мемориальный комплекс, хватает. Заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского района Валерий Цапковский, с которым мы встретились на Аллее Славы, со слезами на глазах переживает все, что порой приходится видеть. Я знаю, что некоторые представители молодого поколения могут прийти на эту площадку, повесить одежду, использовать наши памятники как вешалки, грызть семечки, кататься здесь на самокатах, греть руки у вечного огня. Представляю, что это не вечный огонь, а просто как источник тепла, костер. Обидно, горько. И я понимаю, что здесь, в общем-то, проблема воспитания вот этой молодежи. Приходя сюда, нужно рассказывать своим детям о значении этих памятников для каждого россиянина, считает Валерий Иванович. Только тогда они не посмеют вести себя подобным образом в столь святых местах. Все, что касается деятельности Совета ветеранов, мы стараемся принимать участие практически во всех уроках мужества, которые проводятся в наших школах. И вот эту тему мы обязательно затронем. Ну а родителям самых юных видновчан, наверное, следует все же почитать Владимира Владимировича Маяковского. Ведь зерно, уроненное в благодатную почву, как известно, вырастает в благородное дерево.